Такая небольшая краткая публикация об условиях хранения самого диоксида хлора, то есть рабочего раствора. Диоксид хлора крайне нестабильное вещество, которое во внешней среде очень быстро разлагается на неактивные компоненты, при этом производя дезинфекцию воздуха или воды. Но у него есть то преимущество, которым отличается он от гипохлорита натрия. Он не оставляет после себя неприятного запаха, хотя на запах этот раствор близко. Он более приятный, более чистый, ароматный по сравнению с гипохлоритом натрия или той хлоркой. Обыкновенно это белизна или другие, которые иногда применяются начинающими грибоводами, лаборантами. В каких-то начальных изысканиях. Негативные факторы для него это воздух, который будет разлагать его на неактивные вещества. Время у этого рабочего раствора приблизительно до 30 дней. После этого там произойдет уже та реакция, когда активные вещества будут в незначительных количествах. И другой фактор это свет. Дневной свет будет тоже разрушать эту молекулу. Самой таблеткой диоксид хлора не разрушается в результате балластного вещества, который останавливает вот эту реакцию. При попадании в жидкость выделяется сам диоксид хлора и идет процесс дезинфекции. Значит, для того, чтобы максимально устранить попадание солнечного света, мы применим такой вот способ. Мы упакуем вот эту емкость в светонепроницаемую фольгу. Ну, как я там технически вот это делаю, потому что уже не так важно, но сейчас мы фиграционим светонепроницаемую посуду для хранения рабочего раствора. Он сейчас будет много лабораторных работ и я пришел к выводу, что все-таки часто приходится в процессе мыть перчатки или мыть поверхности. Все-таки какой-то раствор должен для этого применяться. Более-таки агрессивные, как я применяю уже для дезинфекции, такие агрессивные вещества и все-таки концентрация имеется в виду формалин во внешней среде, она не полезна для самого грибовода. Особенно если речь идет о лаборантах, которые постоянно находятся в таких условиях, то в дыхании паров формалина ни к чему хорошему не приводят к здоровью. Значит, минимально нужно использовать этот агрессивный препарат, то есть формалин, и лучше использовать более безопасные вещества. Гипохлорид натрия или та вот кавушанка при более обширном применении или обработке поверхности у меня на начальных этапах работы был такой негативный опыт, когда я производил обработку там полов, стен, и в результате получил отравление парами вот этого флора, ну, простормило меня где-то неделю-две. Этот запах я просто хронически не мог переносить где-то на протяжении полугода, поэтому пришлось от этого полностью на 100% навсегда отказаться. Итак, этот раствор находится сейчас в непрозрачной емкости, таким образом мы можем хранить его на протяжении 30 дней и из него, из рабочего раствора, из маточного раствора мы можем делать уже те концентрации, которые нам будут необходимы для полива, для работы в лаборатории, в работе поверхности. Этот материал можно найти в интернете, рекомендуемые концентрации, которые рекомендует производитель, и пользоваться им по мере своих лабораторных необходимостей. Но результат скажет за себя через какое-то время, время все расставляет на свои места. Всем доброго времени суток, считаем, этот материал вам будет полезен в дальнейшем при использовании этого вещества. Продолжение следует...